Идея почтить память погибших солдат памятником на площади защитников Украины принадлежит волонтерам и участникам АТО. Еще весной возле памятного знака чиновники обещали все работы, начиная от идей до воплощения, будут проведены в течение года. И вот сейчас в областном центре культуры и искусства появились варианты памятников. Как исполнение, так и материалы различны. Тут традиционные скульптурные группы из бронзы и современные из железобетона и ржавого железа. Всего на суд зрителей и экспертной комиссии выставлено 7 работ. По условиям конкурса представить свои идеи в виде макетов и эскизов могли как профессиональные архитекторы, так и студенты профильных вузов. Правда, ради справедливого судейства эксперты не в курсе, кто из них кто. Сейчас все участники конкурса зашифрованы под определенными кодами. И мы не можем знать, кто же представил на суд экспертов и харьковчан свои конкурсные работы. Но 12 ноября эта интрига раскроется. При определении победителя, говорит Оксана Крикунова, будет учитываться также мнение харьковчан. И у них уже появились свои фавориты. Один из них – работа под номером 1001-82. Скульптура казака, которую планируется вытесать из искусственного камня. Мастерство скульптора тут отметили и сами эксперты. Еще одна работа, отличающаяся своей оригинальностью – полукруг с 12 силуэтами воинов. Наибольший интерес этого памятника ночью, потому что по задумке скульптора освещение будет расположено таким образом, что ночью эти силуэты будут гореть под определенным углом света. И это будет достаточно интересно и оригинально выглядеть. Правда, сами члены жюри не исключают, что на площади защитников Украины будет некая компиляция нескольких конкурсных работ. От представленных проектов отмечает сотрудница областного центра. Маститые архитекторы остались не в восторге, ожидая больше интересных и креативных работ. И все же результаты конкурса будут объявлены уже в субботу. А памятный знак «Заменить памятником» планируется к 14 октября 2017 года – Дню защитника Украины. Между тем, активисты продолжают собирать подписи под обращением городским властям касательно памятника, который должен появиться на месте повергнутого Ленина. Требования, под которыми они просят подписаться харьковчан, состоят в отмене Блиц-конкурса, объявлении международного конкурса и создании независимой группы по его организации. Оксана Нечапаренко, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости.